Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Задача 1233 Нам дан параллелепипед Ну пусть это будет параллелепипед А, B, C, D, A1, B1, C1, D1 И нам нужно доказать, что сумма квадратов четырех его диагоналей Тогда проведем эти диагонали А, C1, A1, C, B1, D и B, D1 Так вот, сумма квадратов этих диагоналей А1, C в квадрате плюс А, C1 в квадрате плюс B1, D в квадрате плюс B, D1 в квадрате равно В сумме квадратов 12 ребер этого параллелепипеда Мы перечислим вначале квадраты боковых ребер А, A1, B, B1 в квадрате С, C1 в квадрате D, D1 в квадрате плюс Теперь перечислим ребра, которые являются сторонами нижней грани А, B квадрата, B, C квадрата, C, D квадрата плюс А, D квадрата и плюс еще 4 ребра, которые являются сторонами верхней грани А1, B1 в квадрате, B1, C1 в квадрате плюс C1, C1, D1 в квадрате и плюс А1, D1 в квадрате И это нам нужно доказать И перед тем, как это доказать, мы докажем вначале Что для любого параллелограмма И в частности мы рассмотрим параллелограмм A, B, C, D Вот докажем, что для него сумма квадрата в его диагонали равна сумме квадрата в его сторон Тогда рассмотрим диагонали А, C и B, D Если мы рассмотрим треугольник А, C, D То в этом треугольнике мы можем с помощью теоремы косинусов найти с него сторону А, C А, C квадрат в соответствии с теоремой косинусов будет равен сумме квадрата в двух других сторон И минус удвоенные произведения этих сторон на косинус угла между ними Между ними угол D Косинус угла D А теперь, если мы рассмотрим треугольник А, B, D И в нем тогда диагональ B, D квадрат будет равна Сумме квадрата в двух других сторон треугольник А, B квадрат плюс А, D квадрат И минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними Между ними угол А Ну, теперь рассмотрим угол А и угол D Угол А и угол D – это углы односторонние При пересечении двух параллельных прямых А, B и D, C, секущей А, D Сумма односторонних углов равна 180 градусов Тогда угол А равен 180 градусов минус угол D А тогда чему равен косинус угла А? Косинус А тогда равен косинусу 180 градусов минус угол D Тогда, если мы восклимемся формулой приведения, то в соответствии с ней это будет равно минус косинусу угла D Таким образом, вот это слагаемое минус 2 А, B умножить на А, D на косинус А будет равно, значит, минус будет равно Если минус косинус D, значит, плюс И тогда будет 2 А, B запишем D, C, ну так как А, B равно D, C, D, C на А, D и на косинус D И вот теперь сложим два равенства и получим сумму квадратовой диагонали А, C квадрат плюс B, D квадрат будет равно А, D в квадрате плюс D, C в квадрате плюс А, B в квадрате и плюс А, D Вместо А, D можно записать B, C B, C в квадрате минус 2 А, D умножить на D, C косинус D И теперь минус 2 А, B на А, D на косинус А Это будет равно, как мы показали, плюс 2 Д, C умножить на А, D на косинус D Как видим, минус 2 А, D на D, C на косинус D И плюс 2 Д, C на А, D на косинус D Можно сократить И тогда у нас получается, что сумма квадратов диагонали Параллелограмма А, B, C, D равна сумме квадратов его сторон А, D квадрат плюс D, C квадрат плюс А, B квадрат и плюс B, C в квадрате А теперь запишем все то же самое, но для других параллелограммов Итак, для параллелограмма А, B, C, D Сумма квадрата в его диагонали А, C квадрат плюс B, D квадрат равна сумме квадратов сторон А, B квадрат плюс B, C квадрат плюс C, D квадрат и плюс А, D в квадрате Теперь запишем для параллелограмма А1, B1, C1, D1 Сумма квадрата в его диагонали Тоже равна сумме квадрата в его сторон А1, B1 в квадрате B, A1, C1 в квадрате Плюс C1, D1 в квадрате Плюс А1, D1 в квадрате А теперь рассмотрим параллелограмм А, A1, C1, C Он является параллелограммом, поскольку его противоположные стороны А, A1, C, C1 параллельны и равны Тогда сумма квадрата в его диагонали Диагонали А, C1 в квадрате Плюс А1, C в квадрате Будет равна Сумма квадрата в сторон А1, C1 в квадрате Плюс С, C1 в квадрате Плюс А, C в квадрате И плюс А, A1 в квадрате И точно так же мы запишем для параллелограмма B, B1, D1, D Его диагонали B, D1 в квадрате Плюс B1, D в квадрате Будет равно B1, C1 в квадрате Плюс D, D1 в квадрате Плюс B, B, D В квадрате И первое слагаемое тоже B1, D1 Так, D, D1 B, B1 И еще B, B1 в квадрате А вот теперь сложим последние два равенства Тогда в левой части у нас будет А, C1 в квадрате Плюс А1, C в квадрате Плюс B, D1 в квадрате Плюс B1, D в квадрате То есть слева мы получили сумму Квадрата в диагонали параллелепипеда Это будет равно Складываем А1, C1 Так и запишем А1, C1 в квадрате Плюс B1, D1 в квадрате Плюс С, C1 в квадрате Плюс D, D1 в квадрате Плюс А, C в квадрате И плюс B, D в квадрате И плюс А, A1 в квадрате И плюс B, B1 в квадрате Это будет равно А1, C1 в квадрате Плюс B1, D1 в квадрате Это как раз левая часть второго равенства Тогда вместо нее мы запишем А1, B1 в квадрате Плюс B1, C1 в квадрате Плюс C1, D1 в квадрате И плюс A1, D1 в квадрате Плюс С, C1 в квадрате Плюс D, D1 в квадрате Ну тогда сразу Перепишем АА1 в квадрате и плюс ВВ1 в квадрате. И теперь у нас остались слагаемые АС квадрат плюс ВД в квадрате. А это есть левая часть первого равенства. Тогда вместо этой части запишем правую часть. А это будет равно плюс АВ в квадрате плюс ВС в квадрате плюс СД в квадрате и плюс АД в квадрате. А теперь, если мы внимательно сопоставим правую часть полученного равенства и правую часть равенства, которую нам нужно доказать, то мы как раз получим равенство, которое нам и требовалось доказать. В левой части которого сумма квадратов диагонали в параллелепипеда, а в правой части которого сумма 12 квадратов ребер этого параллелепипеда. Таким образом, мы доказали, что и требовалось доказать. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.